Сейчас мы свяжемся с международным экспертом, автором книг по геополитике и бывшим старшим офицером службы нелегальной разведки 1-го главного управления КГБ СССР Сергеем Жерновым. Он выходит с нами на прямую связь из Франции. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот одна из главных новостей сегодня это заявление главы ЦРУ о том, что Путин даже слишком здоров. Вот на ваш взгляд, насколько это соответствует действительности и насколько сильны разведывательные мощности ЦРУ Управления Соединенных Штатов? Можно ли им доверять, если так? Упростить вопрос. Разведывательные мощности ЦРУ сильны. Здесь нужно сказать, что они хорошо работают по России. По России легко работать, потому что в России сейчас все продается. В России гораздо легче работать, чем в Советском Союзе. В Советском Союзе люди, там их можно было критиковать, но они работали за идею. В России никто за идею не работает. Даже Путин за идею не работает. У него нет никакой идеи. У него только бабло в голове. И собственная власть, и все. Поэтому, конечно, они хорошо работают. И с другой стороны, разговоры о здоровье Путина, это вообще разговоры, о которых я лично очень не люблю, я очень не люблю эти разговоры. Потому что регулярно, кстати, мои партнеры по YouTube-каналам Валерий Соловей и генерал СВР поднимают эту тему. Ну, Валерий Соловей уже три года рассказывает, что каждые две недели Путин умрет. Через каждые две недели. И Юрий Швец тоже на эту тему высказывался многократно. Потом он говорил, что он этого не варил, но все это могут найти. В общем, это разговоры давнишние. И откровенно говоря, знаете, почему я не люблю эти разговоры? Потому что они, эти разговоры, они нас освобождают от ответственности. Потому что все надеются, что Путин сам загнется сам по себе. И все вопросы снимутся, и все проблемы снимутся. И, кстати, на Западе тоже на это очень сильно надеются. Даже больше, чем в России. Потому что в России оппозиция тоже такая буржуазно-либеральная оппозиция. Она, в общем, не очень смелая. И буржуазно-либеральные правительства на Западе, они тоже не очень смелые. Особенно во Франции, в Германии сейчас. Они такие все боятся сделать лишний шаг. Потому что они все, конечно, боятся Третьей мировой войны. Они все боятся ядерного потенциала российского. Поэтому их всех устраивает этот разговор про здоровье Путина. То есть если бы Путин окочурился бы сам по себе, то все бы вздохнули спокойно и сказали бы, ну вот теперь есть возможность прекратить войну. Кстати, что абсолютно не гарантированно. Потому что если вместо Путина придет какой-нибудь там Патрушев, то нам может даже мало не показаться. Потому что может он для того, чтобы как раз показать, что он сильнее Путина, и что Путин не самый был лучший руководитель, а он, может быть, лучший. Или вот вы все видели заявление бывшего так называемого президента Российской Федерации и так называемого премьер-министра Российской Федерации Медведева, который просто вообще превратился в клоуна политического, потому что он вообще угрожает всем, я не знаю, там Третьим мировым конфликтам и ядерной войной. Поэтому, в общем, кстати, не факт, что вот если Путин испарится в результате там какой-то внутренней интриги или по здоровью, что мы от этого сразу получим все облегчения и решение всех проблем. Ну, кстати, если говорить о кротах в окружении Владимира Путина, потому что об этом и Геннадий Гудков в нашем эфире как-то говорил, что кротов, судя по всему, довольно много. Вот вы как разведчик, человек с этим опытом, вот у вас есть ощущение, что Кремль в кротах, там действительно ни один, ни два, вот такая целая плеяда. Какие у вас ощущения? Во-первых, у меня есть ощущения, во-вторых, у меня есть даже немножко знания, потому что, вот я сейчас не вспомню фамилию этого человека, но вот была известна несколько лет тому назад, испарился в никуда довольно высокопоставленный чиновник администрации президент. Я сейчас не помню, как его звали, довольно молодой, который просто исчез и сразу попали какие-то слухи, а потом он материализовался, похоже, судя по всему, в Соединенных Штатах Америки. То есть, в общем, ЦРУ или какой-то другой спецслужбе, американский или английский, это не суть уже даже. Кому удалось его забирать? И когда возник вопрос с его безопасностью, его просто исфиктировали из России, его вывезли, ну, я так полагаю, вместе с семьей, дали ему там новое имя и так далее. Поэтому, в общем, это совсем меня не удивит. Поэтому я вот то, что вам говорил уже в начале передачи, что в России продается абсолютно все, абсолютно все. Ну, посмотрите, сливаются в базы, которые вы можете там на Митинском рынке, на каком-то там в Москве, да, или там в Измайлово, купить сидишники с любыми базами данных, с какими угодно, бандиты, не бандиты, квартиры, собственность вся, я не знаю, личные телефоны. Беллинкет нашел, вы представляете, все там над ними издевались, говорили, вот там организации, 5 безработных, 4 безработных из Англии и один там, по-моему, из Голландии, из ФРГ, ну, в смысле, из Германии, вдруг там раскололи, они огромную спецслужбу, как группу. Но ведь они ее действительно раскололи, они нашли все данные, они нашли номера телефонов, они нашли номера паспортов, они нашли адреса, они нашли этих людей, в каких войнских частях они служили, все вот эти Мышкин там и Чипига, да, которые на Скрипаля покушались в 2018 году. И все это, кстати, продолжается, то есть вот и сейчас, они, кстати, даже говорят, они рассказывают, что, ребята, если вы хотите, то вы можете следовать нашему примеру, и любой из вас может в интернете покопавшись, если у вас достаточно времени и желания, вы можете найти все, что угодно. Это открытые источники, а если все это появляется в открытых источниках, это значит, сливается все это из спецслужб. А если это сливается, сливается за бабло, элементарное за бабло. И все, и ничего здесь не надо заморачиваться, и поэтому, если они сливают вот просто в базы данных за бабло, то уж когда там приходят какие-нибудь там американцы, англичане и предлагают им много бабла, то тут не продастся, это просто западло, я сказал бы. Ну вот Артур спрашивает у вас, но личная жизнь Путина – одна из самых закрытых тем в Российской Федерации. Она тоже продается, спрашивает наш зритель? Она, с моей точки зрения, тоже продается, но здесь, кстати, немножко другая вещь, потому что лишняя жизнь Путина, на самом деле ничего к ней закрытого нету, на самом деле. В 2000 году, когда он пришел избираться только президентом, его же никто не знал, и ему, кстати, западные консультанты по коммуникациям, ему сказали, что нужно написать книжку и рассказать о себе подробнее, потому что таким образом будет создан положительный образ, люди вас узнают, и как бы типа выберут. Мы, конечно, все понимаем, что никакие это были не выборы, но типа будет легче подделать результаты, если вас будут немножко лучше знать, потому что он же никогда до этого не избирался, он был очень закрытым человеком, директор ФСБ, тем более, и там премьер-министр. И он написал книжку, вот тогда вышла книжка «Разговоры от первого лица», три журналисты такие от власти, которые с ним долго говорили, потом еще говорили с какими-то его бывшими приятелями, начальниками, учителями средней школы и так далее. И в этой книжке все написано. Про личную жизнь Путина все написано. В этой книжке Путин сознался, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. Он это написал в этой книжке, сам рассказал. Имеется в виду, что он рассказал не так, как я вам сейчас рассказываю, он не сказал, что я предпочитаю мужчин. Но вот если вы эту книжку внимательно прочитаете, то там даже не нужно между строк читать. Там нужно просто несколько эпизодов из этой книжки сложить вместе. Что я, кстати, и сделал. Я сделал исследование в свое время, в 2003 году. Я взял эту книжку и разложил ее на полочке, по полочкам. Вы можете, там, зрители наши, если они интересуются, вы можете поискать в интернете, прогуглите. Сергей Жаков, исследование про Путина. И там седьмая глава, там все про личную жизнь написано. А когда возникла эта история с этой личной жизнью, плюс Путин сделал очень неприятное для власти и для окружающих его людей, я бы сказал, такой жест сделал в 2006 году, когда он поцеловал в пупок мальчика Никиту на Соборной площади Кремля. И, в общем, попозли сразу в случае, что он не просто не традиционная ориентация, но он, к тому же, и педофил. И для того, чтобы все это дело сбить, тут же был вброс по поводу Кабаева. И вот отсюда, кстати, вышла эта история с Кабаевой, в которую я, кстати, не верю абсолютно совершенно ни грамма. Хотя вот мой партнер по ежедневным итогам на моем и его канале «Генерал СВР» дает постоянно там детали какой-то внешней жизни, что вот там она от него родила там четырех детей, сейчас ждет еще нового ребенка, в общем, они там ругаются и так далее. Что вот в дворце, который построили в Геленджике, знаменитая вот эта комната, где, знаете, этот самый столб для танцев эротических, это вот якобы для Кабаевой, потому что она бывшая гимнастка и обожает вроде бы такие вещи. Но я в это не верю абсолютно, потому что я убежден, что Кабаеву вынули для того, чтобы отвести внимание общественности от вот этой нетрадиционной ориентации и даже, может быть, от криминальной какой-то составляющей путинского интима. Потом в 2013 году, кстати, вот моя теория о том, что Кабаева на самом деле ничего у них там нету, подтвердилось, с моей точки зрения, в 2013 году, когда Путин развелся с женой Людмилы. То есть он развелся, и ему вот сейчас там, с 2013 года прошло уже 9 лет, что ему мешает заключить новый брак официально с Кабаевой, признать всех этих детей. Потому что, кстати, в стране, которая говорит, что там надо бороться с пропагандой неинтрадиционной ориентации, надо бороться за семейные ценности, за классическую семью и так далее. Глава государства является неженатым, у него какая-то там любовница с кучей детей. То есть все это на самом деле говорит о низком морально-психологическом облике чекиста Путина. И, строго говоря, с этой точки зрения, ему надо было бы официально жениться на Кабаева и предъявить его всему миру, и сказать, что вот у меня новая жена, и регулярно нам делать, демонстрировать с голым торсом, но в кругу семи нет. Вместо этого он демонстрирует голый торс, как правило, с Шойгу, или там с какими-то мальчиками вокруг Шойгу. А теперь вообще ничего не демонстрирует, потому что, судя по всему, все облицло уже и, в общем, годы дают себя знать. И, в общем, в последнее время он и на лыжах не катается, и в проб не ныряет, и голое тело свое не демонстрирует. Ну, в общем, вот так я бы сказал про его интим. А деталей можно добавлять сколько угодно. Но Кабаева, я так думаю, они используют, Путин ее использует как кошелек, потому что ему нужно много кошельков, потому что у него так много денег награблено, что их положить в одно место, это будет неправильно. И поэтому их надо раскладывать по разным местам. И Кабаева, я так думаю, является одним из таких кошельков. Ну, вот спрашивают по поводу начала войны. Американская разведка об этом предупреждала. И мы помним, были сообщения, и Джозеф Байден об этом заявил уже непосредственно накануне. Но, тем не менее, для многих это все равно стало шоком, в том числе и для европейских стран, и для ближайшего окружения Владимира Путина, судя по всему, потому что Силуанов, Набиулина и прочие, ну, не самые близкие, они были, как мы понимаем, в растерянности после этого решения. Было ли понятно, что война начнется? Как вы это оцениваете, вот с точки зрения той информации, которая поступала? Какие у вас были ощущения? Я думаю, что американская разведка, конечно, у нее были какие-то источники, то есть она видела, может быть, через спутники повышение активности на границах. Но она, кстати, действовала по примеру гадалок. Ведь гадалки, когда они говорят, у них всегда вероятность 50% 50 на 50. Если упало, то, значит, говорят, что она великая гадалка. А если не упало, то вам всегда объяснят, почему это не упало, какая-то там звезда куда-то не срослась, и скажут, что всегда есть какие-то вероятности, что это не состоится. Кстати, у американцев в этом смысле они совсем не безгрешны, потому что они давали, ну, если говорить о феврале месяце, то они сначала давали дату 16, а в результате состоялось 24, то есть они ошиблись там на 8 дней. А с другой стороны, кстати, все эти предсказания, они не сбывались почему. Кстати, для меня это тоже было неожиданностью, но неожиданностью не в том смысле, что я не видел вероятность того, что это может составиться. Кстати, вот, опять же, с тем же самым генералом СВР, мы об этом говорили каждые итоги, каждую неделю, каждое воскресенье, с сентября 2011 года, 2021 года. И он, кстати, говорил, что будет обязательно война, а я говорил, что тоже будет, наверняка будет что-нибудь во время Олимпиады, потому что Путин всегда гадости делает на Олимпиаду. Грузинская война была на летнюю Олимпиаду в Пекине, Крым состоялся сразу после Сочинской Олимпиады в 2014 году, и, в общем, несложно было даже просчитать аналитически, что наверняка что-нибудь в 2022 году в Олимпиаду в Пекине тоже может состояться. Так и случилось. То есть, скорее всего, кстати, опять же, это тоже было просчитано, что наверняка Путин не будет делать это во время Олимпиады, потому что он ездил на открытие. И Синь Цзиньпинь ему сказал, что не дай бог, Вовочка, тебе начать войну во время Олимпиады и сорвать мне это мероприятие, которое я с большим трудом к себе получил, и мне нужны внимание мировой общественности, болельщики и прочие телевизионные каналы, которые это смотрят. И поэтому он дождался спокойно завершения Олимпиады, какого-то там, 19-го, 20-го числа. И, соответственно, первые объявления он сделал 21-го понедельника и войну в четверг 24-го. Но, с другой стороны, вот, кстати, у нас главу военной разведки французской уволили за то, что он как бы не просмотрел эту военную угрозу и не информировал, недостаточно информировал французское правительство и Макрона, президента, о том, что Путин реально начнет войну. На самом деле, это все тоже, это были отмазки наши внутренние, потому что его давно хотели уволить и нашли просто повод для того, чтобы его уволить. А вот почему я лично говорил, что, скорее всего, он не начнет? Чисто с военной точки зрения, потому что Россия не была готова к этой войне, потому что Путин собрал очень маленькую группировку для начала войны, он ее размазал на фронт, который, если его полностью взять, то там, получается, чуть ли не 3000 километров этот фронт. И все, в общем, подтвердилось, потому что так войну не ведут. Кстати, Леонид Ивашов, генерал-полковник, бывший начальник главка Минобороны, главка по международному сотрудничеству, то есть, в общем, грубо говоря, разведчик военный, он тоже говорил, что Россия не должна начинать эту войну, потому что она к ней не готова. Раз, и она проиграет ее, два, и если она ее проиграет, то она развалится, три. И, в общем, я с ним был в этом смысле согласен, и мы все говорили, что Путин не потому, мы потому говорим, что он не начнет войну, что мы его любим, там, я не знаю, там, боимся или что-то, а просто чисто с военной точки зрения эта война была не подготовлена. И, кстати, весь февраль и март месяц подтвердил полностью все эти предсказания, потому что, конечно, когда идут такими малыми силами войну по шести или восьмим направлениям на фронте, там, больше двух тысяч километров, то ничего из этого хорошего выйти не могло априорно. И Путин в этом смысле совершил военную стратегическую ошибку, и более-менее ситуация для России стала складываться чуть-чуть лучше в точке зрения агрессии только тогда, когда убрали войска из-под Киева, из-под Чернигова, из-под Сум, практически из-под Харькова, и когда сконцентрировали все внимание, все внимание на Донбассе, и то вот на Донбассе даже там сейчас половина группировки стоит и продвинулась там все равно на 25 километров или на 30 километров за пять месяцев. То есть очень трудно продвигаются. Самое легкое продвижение было в Херсоне. Ну вот мы знаем теперь, почему оно было, да, потому что вот Зеленский объявил на днях об увольнении своего друга, главы Слугобезопасности Украины, потому что там, в общем, были от халатности до предательства в Херсоне. То есть там от людей, которые просто рассказывали о том, россиянам о том, какие планы у украинских вооруженных сил раскрывали там, я не знаю, минные поля, и до того, чтобы просто не предпринимали никаких усилий для концентрации каких-то оборонительных действий против России. Но в этом смысле, так сказать, заслуга как бы спецслужб все равно довольно высокая. И даже больше это заслуга теперь, вот когда война началась, да, после 24 февраля, потому что и американцы, кстати, ну, у американцев 17 спецслужб разведывательных, да, и контрразведывательных, из которых ЦРУ, кстати, не самая большая, самая большая агентство национальной безопасности с огромным бюджетом, у него там 80 миллиардов, что там, я не знаю, там в 10 раз, по-моему, больше бюджет ЦРУ. И вот американцы, кстати, дают очень ценную информацию, и украинская сторона поэтому ведет очень успешную борьбу против сил превосходящих противников, потому что американцы постоянно дают информацию по целям. То есть вот важно было не просто иметь, а сейчас плюс добавили еще к тому же очень современное оружие, хотя его мало, да, вот там Хаммерсов, там их всего там сколько там, 8-11 разные цифры даются, да, или вот французы там дали Цезарей, там 12 штук и 6 на подъезде. То есть это оружие очень точное, там метровая точность у этого оружия на дистанцию там 70-80 километров. А Хаммерсы даже и на дистанцию могут там на 300 километров стрелять, в зависимости от того, чем стреляют, с такой же точностью. Но для того, чтобы это оружие было эффективно, нужно целеположение, и целеположение дает американская разведка. Американская, британская, французская. Ну, французы не любят об этом говорить, но они тоже участвуют в добыче и передаче разведданных украинской стране. И в этом смысле, конечно, разведка имеет свое значение, а у россиян она не дорабатывает. Не дорабатывает, потому что мы знаем, что космическая разведка у россияна плохая, там спутников осталось военных очень мало. Те, которые есть, они либо там уже выработали ресурс, либо уже сошли с орбиты. В общем, там остается очень мало реальной информации, и поэтому, конечно, это чувствуется на поле боя. Спрашивают вас по поводу инсайдов Валерия Соловья, насколько им можно доверять. Вы как раз упоминали генерала СВР, ну и Валерий Соловей тоже часто ассоциируется с этим проектом. Насколько можно верить с инсайдом, который Соловей озвучивает в эфире? Инсайдом... Вообще верить ничему нельзя. То есть в разведке, в добывании информации, в анализе информации никогда ничему нельзя верить. Верят в церкви. Вот в церковь, когда вы ходите, вы можете верить в Бога. Потому что и как вот у нас по замечательному фильму «Берегись автомобиля». Помните, когда там пастор разговаривает с Деточкиным, он говорит, одни верят в то, что Бог есть, другие верят в то, что его нет. Ни то, ни другое не доказуемо. Будете пересчитывать деньги? А тот сказал «буду». И вот это вот абсолютно правильный подход. Вот это вот, знаете, вот эта схема. Вообще советские фильмы, они нам дают всегда очень хорошие схемы. И вот такой же подход должен распространяться на любые инсайды, на любые какие-то сливы. То есть верить в них нельзя, но пересчитывать их нужно. То есть их нужно перечитывать, пересчитывать. Потому что, знаете как, при всем при том, чем отличается Российская Федерация от Северной Кореи или от сталинского режима. Это то, что Северная Корея – это монолит. Вот там Чучхе и все. И глава правительства. А все, кто не согласны, они регулярно отстреливаются. Просто отстреливаются физически. Поэтому там несогласных очень мало. И вся страна такая вот монолит. Хотя, может быть, конечно, там какие-то есть северокорейцы, которые думают что-то другое, но они очень сильно молчат в трубочку. По этому поводу про них мы не знаем ничего. Вот это такой закрытый режим, о котором практически ничего не известно никаким разведывательным службам. И работать у них внутри очень сложно, потому что они непроницаемы. Это вот как все национальные общества. И точно так же диаспора, например, там афганские, чеченские и прочие. Потому что там надо быть просто чеченцем, а афганцем, чтобы туда внутрь влезть. В России все гораздо проще. Потому что в России банка с пауками. И вот такая расхожая картинка, о которой говорится, это башни Кремля. Есть несколько башен Кремля. Если мы возьмем спецслужбы, то там есть ФСО, там есть служба охраны президента, есть ФСБ, есть ГРУ, есть СВР, есть ФАПСИ, есть погранцы, есть еще черт и дьявол, Национальная гвардия Золотова и так далее, Министерство внутренних дел, финансовая разведка. Кого только нет. И вот когда такой набор людей, плюс и плюс даже вокруг Путина, даже если мы возьмем партию войны, Путин в этом смысле даже не самый большой ястреб. Там есть гораздо ястребы, гораздо хуже него. Там какие-нибудь, я не знаю, славянские неонацисты, которые, кстати, в России огромное число, гораздо больше, чем в Украине. Это всегда меня смешило, потому что Россия, неонацистская страна, Рогозин, партия Родина, в интернете вы можете найти легко, там в Ютубе, я не знаю, ролики, где он на сборищах бритых людей плотного телосложения с татуировками, и они там зигуют, и он, в общем, типа того зигует. И когда он является там вице-премьером, а потом заведует космосом, то говорить такой стране, что она борется якобы уже в Украине, в смысле деноцификации какой-то, это просто издевательство над здравым смыслом. Но это к тому, что вокруг Путина тоже есть очень много группировок, а когда есть много группировок, вот вы знаете, опять же, вернемся к советским фильмам. Для того, чтобы понять, что сейчас происходит в Кремле, это вот 17 мгновений весны. Вот просто классика, классик. Вот бункер фюрера, значит, там все это дело разваливается, ведет к проигрышу в войне, и вокруг него есть несколько группировок, которые между собой соперничают, которые хотели бы договориться и скинуть, но не могут договориться. И вот классическая сцена, когда Гиммлер приезжает к Герингу, в его штаб, и говорит, что вот нам типа фюрера там надо вскидывать, да, он потерял волю. А закадровый текст нам говорит, что вот Геринг поверил бы ему и сказал бы, Геринг, я с вами согласен, но если бы не папочка, которая лежала на коленях у Гиммлера, потому что в ней мог бы монтирован диктофон, и там через полчаса эта пленка легла бы на стол фюреру, и все, на этом все докончено. Ну и плюс еще добавить там Борман и так далее. То есть вот это классика, которая вот сейчас и происходит в Кремле. То есть в Кремле такие же Борманы, такие же Гиммлера, и Геринги, и Геббельцы вокруг нашего фюрера Владимира Владимировича. И когда это такие вещи происходят в авторитарном государстве или в диктатуре, то они не могут между собой не бороться. А когда они между собой борются, они постоянно делают сами слить. Отсюда вот, кстати, многие люди не понимали, ну как вот мог возникнуть этот полковник, бывший человек из генштаба, может быть даже из ГРУ, который к Собеевой ходит, и к Соловьеву, и там с критикой даже войны, как она плохо ведется. А Соловьев вообще сейчас вообще рассказывает, как же так, допустили там проигрыши какие-то и прочие всякие вещи. Вот. И объяснение этому очень простое, потому что они представляют разные ветви этого самого Кремля, разные башни Кремля, которые между собой ругаются, конечно. И Путин, кстати, в этом смысле, то, что ему надо отдать должное, он не самый умный человек, но он очень хитрый человек именно в организации вот этой подковерной борьбы между пауками. Вот он очень хорошо научился их сталкивать между собой и лобами, чтобы они все боролись за близость к его телу. И это вот благодаря этому, кстати, он сидит 22 года и может еще и сидеть там еще 10 лет, если он не помрет в результате рака или чего-нибудь, на что очень сильно все надеются. Спрашивают вас про Швеца, а почему он против генерала СВР, как вы оцениваете его заявление и вообще эту фигуру? Ну, фигура неоднозначная, да. Во-первых, я себе сделаю небольшую рекламу, вы можете зайти на мой YouTube-канал и там посмотреть. Я сделал 4 передачи про Швеца. В том смысле, что разоблачаю его вранье, которое он рассказывает о себе. Потому что он, значит, когда его пригласили к Гордону в каком-то там 2015 году, Гордон его представил как сокурсника Путина, что полное вранье. Потому что Швец закончил университет дружбы народа в 80-м году и сразу поступил в Каи на двухгодичный факультет, а Путин пришел на одногодичный факультет в Каи в 84-м году в один год со мной. Но я, кстати, не говорю, что я с ним вместе учился. Мы просто с ним пересеклись на стоянке у стадиона имени Ленина в течение пяти минут. Обменялись там парой фраз, потому что у нас там была история с ним предыдущая, мы дружушку знали чуть-чуть. И все. И дальше разъехались каждый на свой объект. По этому поводу, значит, я вот сделал передачу, где разоблачил Швеца и вранье, которое он на себе. Потому что он себе приписал, ну чего только он не приписал, вообще герой России, герой Советского Союза, там, я не знаю, который завербовал всех, кого только можно. Вот. А на самом деле все это, конечно, вранье, потому что есть книжки о нем его начальников бывших. Когда он, кстати, в этом смысле, у него была хорошая карьера, потому что действительно он работал в американском отделе, действительно, американский отдел, это очень престижный отдел ПГУ. Ну, Швец говорит на первом месте, на самом деле это не так. Управление С было на первом месте, управление нелегальной разведки, в котором я работал. А вот первый отдел был сразу после него. Потом он поехал в Вашингтон, это правда. Он там работал под крышей корреспондента ТАСС, это тоже правда. А дальше он говорит, что он там кого-то завербовал. Это неправда. И он дальше говорил, что вот там его, какие-то интриги вокруг него, его вроде там не поняли что-то. На самом деле все это, там, Черкашин описал, его бывший начальник, который сказал, что Швец был просто пьяницей, пьянью, то есть он пил. И его отозвали досрочно из Вашингтона. И не просто отозвали, но и не взяли даже обратно в американский отдел, и даже в ПГУ его не взяли. Его посадили в разведку территории, в РТ, в управление РТ, которое территориально даже не сидело в Ясене. Она сидела на Ленинском проспекте, недалеко от университета. И он там немножко походил, походил пару-тройку лет, а потом то ли сам, то ли его уволили опять вот за пьянку. И, в общем, вот такая бесславная кончина великого разведчика Швеца. Это что касается того, что он о себе рассказывает. Но я сразу оговорился, что с точки зрения ютубера Швеца, это вполне себе смотрибельный канал, вполне себе интересный канал, так сказать, у него есть интересные-интересные вещи. Не в том смысле, что у него есть какие-то инсайды. Он просто сидит в Вашингтоне, читает американскую прессу, то есть он читает New York Times, Washington Post и другие американские газеты, которые являются хорошими газетами. И он делает выжимку, синтезирует, потому что у него, на самом деле, он работал, у него аналитический ум. Он работал по написанию. В тазе он работал. То есть он набил себе руку, как делать легко читаемый, хорошо перевариваемый зрительный материал. С другой стороны, мне, конечно, персонально не нравится жанр, в котором он работает, а он работает в жанре телевизионном, который называется «говорящая голова». Человек сидит перед экраном и тупо в камеру чего-то там вещает. Я вот этот жанр чрезвычайно не люблю, мне обязательно нужен собеседник, вот как вы, на вашем канале, потому что есть какая-то реакция, я смотрю на ваши глаза, я смотрю на ту реакцию, которая есть, вы мне задаете вопросы в живом эфире, которые там появляются. Вот у швейца этого ничего нет. Все делает в записи, и он даже, так сказать, сначала скрывал, что он просто читает написанный текст. То есть у него на компьютере стоит написанный текст, он его, так сказать, озвучивает. Но теперь это все поняли, потому что, ну, видно, что он все время в левую сторону смотрит на компьютер, подглядывает то, что ему говорит. Но это не означает, что то, что он говорит, плохо. Ну, это интересно. Я бы сказал так, что это можно смотреть, но не надо брать, опять же, нельзя брать все на веру, потому что у него никакого инсайда, у него, конечно, нет. У него есть просто аналитика, на том уровне, на котором он ее может сделать на основании американских газет и открытых источников других. То есть, в принципе, это интересно. Ну, вот на фоне войны он даже там стал каким-то миллионником, ютубером-миллионником, но только ленивый не стал. Вот я ленивый, поэтому я не стал. Да, вот там Марк Фегин тоже стал у него, там, миллион шестьсот. То есть, все, кто активно сидели в русскоязычном ютубе, в сегменте ютуба, сразу с начала войны стали миллионниками. Я не мог себе позволить, потому что я сижу на французском телевидении в целом медиане. И там написал книжку, выпустил вот эту книжку, которую объясняли во Франции обе. Вот, поэтому просто у меня нет времени становить, потому что нужно каждый день там по три-четыре передачи выдавать в эфир, тогда люди придут. Вот, а я делаю там раз в неделю, два раза в неделю как получится. Ну, в общем, вот такое отношение у меня к швецу. То есть, нужно к нему относиться критически. Вот сейчас он, кстати, подает еще вот, еще критика, которую я, кстати, обещал сделать, но не доделал, так и не доделал. Потому что я разыскал его старое-старое интервью в Огоньке. В Огоньке где-то в 93-м году. То есть, вот, когда он уехал в Америку, написал свою книжку, и корреспондент Огонька приехал к нему в Америку, чтобы поговорить об этой книжке. И там швец, кстати, уже начал создавать себе какую-то легенду. Но, кстати, там он рассказал правду, которую я просто вычислил аналитически. То есть, там он сказал, что действительно, он пошел в КАИ сразу после окончания УДН. сам себя проверк. И, кстати, там он сказал убийственную фразу, если сейчас ее вывести, там, я не знаю, куда-то в заголовок. Там он сказал, что я себя считаю не советским офицером, а русским офицером. Русским офицером. А сейчас швец везде себя подает, как украинца. Да, ну, потому что действительно он родился в Херсоне, папа у него был военный, папа у него был украинский, но они были по гарнизорам по-советски. То есть, он себя вообще, он никогда по-украински не говорил, он по-украински, я так думаю, даже не умеет разговаривать или плохо говорит. И он себя, значит, там выдает чуть ли не за суперукраинца, что тоже вранье, потому что, в общем, ну, ему Гордон сделал имидж, потому что, конечно, Гордон — это миллионы просмотров. И Гордон регулярно приглашал в течение многих лет Швейцар как сокурсника Путина. И, значит, сокурсник Путина — швец, великий разведчик, значит, и так далее. Значит, вот отсюда возник этот ореол этого человека. Ну, а в остальном слушайте его можно. Ну вот, в завершение не так много времени у нас остается, но зрители также спрашивают по поводу нелегальной разведки. Насколько сейчас активно Россия как раз использует эту технологию, то есть нелегалы, и соответствует ли работа нелегальных разведчиков тому, что показали в сериале «Американцы» про советских шпионов. Не знаю, видели, не видели. Это так примерно устроено? Хороший сериал. Это, я считаю, один из самых хороших сериалов про разведку вообще, про шпионские дела и про нелегальную разведку в частности. в ней, в нем все, в общем, довольно близко к реальности. Отличие реальности заключается только в одном. Это киношный продукт, а в киношном продукте для того, чтобы держать людей в сериале, там, много часов перед экраном, нужно, чтобы были какие-то острые мероприятия. То есть там постоянно кого-то убивают, стреляют, там, отравляют и прочие всякие вещи. Вот это в настоящей разведке, как правило, почти не бывает. То есть это вот самый главный миф. То есть разведку всегда представляют, как там Джейн Бонд, там, гонки на автомобилях, красивые женщины, там, я не знаю, красивая жизнь, и пив-пафу-й-й-ой, там, либо автоматы Калашникова, либо пушки, либо самолеты какие-то летают. Этого в разведке нет вообще. Разведка самая скучная вообще деятельность, которую только можно, скучнее только бухгалтерия. И то, даже бухгалтерия может быть интереснее, потому что там тоже есть свои какие-то замочки, которые могут быть довольно любопытны. Разведка нелегальная это очень дорогое мероприятие, это безумно дорогое мероприятие, которое могли позволить себе очень мало стран, то есть Куба, Советский Союз, Куба и немцы западные, восточные. Ну, кубинцы и немцы, потому что они говорят на языках тех стран, куда они могут поставить. То есть им было проще, потому что немцы могли сразу приезжать в Западную Германию, и они говорят на том же языке, ну, за исключением, там, чуть-чуть акценты разные, но этому можно обучиться. И то же самое у кубинцев. Там, кубинцы могут со всей Латинской Америкой и с Испанией говорить на испанском языке, поэтому было объяснимо. У нас, значит, это было немножко сложнее, потому что надо было учить русскоговорящих или иных каких-то национальных представителей Советского Союза иностранным языкам как родным. Это очень тяжело сделать, но это возможно. Вот. А главное, что это очень дорого, потому что безумное время нужно затратить на вывод, на легализацию, на оседание в стране пребывания. И все это делалось исключительно в ожидании войны, когда вот закроют все границы, и, значит, вся легальная разведка умрет и останутся только нелегалы по ту сторону фронта. Российская Федерация от этого не отказалась. Она не отказалась. Больше того, значит, уровень разведки Российской Федерации внешней разведки в абсолютных цифрах в два раза больше, чем в Советском Союзе. То есть я это сужусь вот по Ясениту. Я знаю, что такое Ясенев, я там работал, я ходил туда реально, я знаю, какие там здания, сколько там народу работало, и если вы посмотрите Гугл, посмотрите Гугл, то вы увидите на Гугл Мэпс, что там добавилось три новых здания. Если три новых здания, значит, в два раза больше там народа. А Россия это половина от Советского Союза. Значит, если в относительном плане, то разведка путинская в четыре раза мощнее или агрессивнее, чем разведка Советского Союза. И в июне месяце, месяц тому назад, была, так сказать, формальная какая-то дата, там столетие нелегальной разведки. Путин приехал в Ясенево, открыл очередной какой-то там памятник кому-то вместе с Нарышкиным. На самом деле, анекдот в этом смысле интересный какой, что эта разведка есть, но ее нет в структуре, которая висит 20 лет на сайте СВР. То есть, если вы посмотрите СВР, то ни управление С, ни службы нелегальной разведки в этой структуре не указано. Но Путин постоянно о ней говорит, Нарышкин постоянно о ней говорят. То есть, судя по всему, она есть, хотя я так думаю, что на самом деле она видоизменилась. То есть, сейчас нет смысла, почти нет никакого смысла делать ее так, как она была в Советском Союзе. То есть, грубо говоря, так вот, как и американцев. То есть, выводить нелегалов в виде американцев, французов, немцев и так далее. Гораздо проще сейчас вывести человека просто в диаспору, потому что русских говорящих или там из бывшего Советского Союза по миру сейчас говорят там 30-40 миллионов. И то есть, реально затеряться в этом деле, это вот то, что я начинал, потому что моя последняя ДЗК миссия была во Франции под моей собственной имени. То есть, вот я под своим именем поехал в национальную школу администрации, хотя у меня был статус развитчика нелегала в управлении, когда меня выводили. Вот. И, в принципе, мы тогда уже, то есть, вот там последний год, я участвовал, кстати, в рабочей группе, которая готовила новые формы ведения разведывательной деятельности и новые нетрадиционные виды прикрытий. И вот одним из таких прикрытий, которые сейчас очень легко использовать, это просто русскоговорящая диаспора. В Германии там миллион или там сколько там, два миллиона русскоговорящих. Во Франции там 300 тысяч. В Великобритании в одном Лондоне говорят там 400 тысяч. В этой массе очень легко затеряться. Плюс достаточно жениться или выйти замуж за гражданина или за гражданку соответствующей страны. И вы тоже становитесь, получаете там через два-три года гражданство этой страны и все, становитесь абсолютно гражданином. Причем у них нет ограничения на использование этих людей даже в Министерстве обороны и даже в спецслужбах. То есть вот в Советском Союзе там человек иностранец, который получит допустим российское гражданство, его никогда не возьмут на работу в спецслужбу или там даже в МВД или Министерство обороны. А на Западе берут. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что нашли время и вышли в наш эфир. К сожалению, времени было сегодня не очень много, но мы обязательно пригласим вас снова и продолжим наш разговор. Сергей Жирнов, в прошлом разведчик, нелегал, эксперт по геополитике, был с нами на прямой связи из Парижа. Спасибо и всего доброго. Спасибо. Мы продолжаем наш стрим.